Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юрий Баранов встречает нас у своей машины, которую ласково называют «зубрёнком». Сегодня опять в рейс. Контрольная проверка и в путь. Вообще это задумывалось как хобби. Юрий из тех счастливых людей, которые не считают работой то, что приносит удовольствие. А в его жизни две страсти. Если бы можно было, я бы даже за это денег не брал. Мне нравится петь и мне нравится сидеть за баранкой автомобиля, ездить неважно куда. Вообще тут как дома все есть. Вот чайничек, кружечки. Вот в этом пакетике самое такое необходимое. Сахар, чай, кофе. Асфальта летят километры. Прекрасен рассвет золотой. Легко обгоняя все ветры. На родину еду домой. Когда в детстве Юрий мечтал стать водителем троллейбуса, он не мог и представить, что в начале 90-х, кроме как в троллейбусный парк, да и то по знакомству, устроиться никуда больше не удастся. Днем колесил по городу, поздними вечерами гастролировал по ресторанам. Ну тогда и деньги были другие. Я за вечер в ресторане зарабатывал месячную зарплату водителей троллейбуса. Соответственно, я, кроме как на работе, я на троллейбусах не передвигался. Потом, на свой страх и риск, заняв кучу денег, он купил маршрутное такси. Маршрутка, да, сами понимаете. Город, нервы, пассажиры, пробки. Включить бы пятую, да уехать, но куда от графика денешься. И вот однажды утром, в час пик, на переднее сиденье садится девушка. Мне надо придать деньги, тогда я... Наверное, так и приходит популярность, когда уже не важно, шоферская куртка на тебе или белый костюм. Раз, два, три, четыре, пять, нет, звук, раз. Двадцать четыре года, как я начал работать по ресторанам, кафе, клубам и так далее. За это время у меня сложился такой огромный репертуар из песен. Я навскидку просто так пересчитывал 700 песен, которым я могу спеть просто разбудить среди ночи. Музыка Музыка Я читаю на английском, на итальянском, на французском. Пять дисков, которые я записал в свое время. Во многих из них я являюсь полноправным, скажем, автором, исполнителем. Ну, и в некоторых из них я просто как автор или слов, или как автор музыки. Одна из последних написанных им песен называется «Мои друзья». Это из наболевшего. Артисты из народа ведь работают, когда другие отдыхают. Вот и сочиняется в основном о том, чего не хватает. У меня в основном выходит все одновременно музыка со стихами. Как-то вот вылетают строчки. Вот так вот прям... Остановлюсь напротив АЗС. Знакомых встретил, это уж полдела. Нехитрый ужин и ночую здесь. Друзья уберегут от беспредела. Ребята ездят и говорят, где пробки, где гаишники стоят. Кстати, с гаишниками у Юрия отношения особые. И его водительский стаж, как и манеры вождения, к этому отношения практически не имеет. Однажды он просто предложил бывшему начальнику ГИБДД Василию Задубровскому написать песню о нелегкой службе его сотрудников. Идея так понравилась руководству, что пришлось записать целый диск к 75-летию образования госавтоинспекции. За два года я написал почти 10 песен, в которых раскрыл все, что я знал о ГАИ. Я колесил по всеродной стране, от Калининграда до Владивостока. И в городе любом встречались мне слушатели профессии нелегкой. Инспектор, добрый день, скажи, земляк, как мне проехать? Дорога – это и романтика, и проверка на вшивость. Сможешь ли забыть про амбиции и поработать, например, тем же грузчиком? В пути ведь бывает всякое. Щетки не справляются, буквально 10 метров ничего не видно. И прям всю дорогу поливал, дождь, дождь. Всю дорогу поливал, дождь, дождь. Но я знал, что ты меня ждешь, ждешь. И кресты на куполах позолоченных церквях говорили. Ты меня ждешь, ждешь. Вряд ли его родители, когда ставили детскую кроватку рядом с радио, догадывались, во что это вылится. Их сын сначала начал петь, а только потом говорить. Я уже играл в Доме пионеров на ритм-гитаре и пел. И мне, конечно, хотелось развиваться больше. И мы даже с мамой подделали копию свидетельства о рождении, чтобы меня взяли. В музыкальную школу по классу гитары. Успех пришел к нему не сразу. Пришлось поменять и школу, и инструмент. В то время на духа вы и брали практически без экзаменов. В армию я пришел как кларнетист. И когда с утра первого дня в армии мы встали перед начальником оркестры, он сказал, играйте свою госпрограмму. Я сказал, какую госпрограмму? В этом оркестре Юрий с товарищем оказались благодаря приятелям, которые так спешили уйти на дембель, что вписали первые пришедшие в голову имена. Правда, забыли упомянуть о том, что их сменщики еще не закончили музыкальное училище. Так что полгода во время репетиции он просто стоял на тумбочке, а потом стучал в большой барабан. Если бы в оркестре только знали, кого они задвигают на второй план. Дайте тему, я ее разовью. Только когда армейское руководство решило создать ВИА, наконец выяснилось, что Юрий Баранов очень неплохо играет на гитаре и хорошо поет. Летали даже на новую землю, на крайнюю точку того бывшего Советского Союза. Я видел самый северный светофор в мире, который находится далеко за полярным кругом. Он давно пришел к мысли, что созрел для собственного концерта. Когда гости придут не к юбиляру или к молодоженам, а именно к нему. Пора, пора. Ну, 45 лет. Два года назад он просто написал песню к Международному женскому дню и по традиции положил ее на полку. Она и определила дату концерта. 6 марта на сцене МКЦ вместе с друзьями он исполнит и свои хиты, и песни любимых исполнителей. Чтобы душа, как и полагается, в первый весенний месяц развернулась и запела. Геннадий Барыкин, солист группы Горпарк, Юлия Смирнова, наша рязанская певица, мой друг Дима Ельков, МИЦ, которого знают все как известного джазового саксофониста в Рязани, одного из лучших. Вот. И с каждым из них мы сделаем дуэтик, и у каждого из них будет по своему номеру в моем концерте. Восьмая, праздник самый нужный, цветы улыбки и веселье вокруг, и мы за это праздник скажем дружно, спасибо Кларе Цветкину и Розе Люсимбур. И напрасно принято считать, что творческие люди ветренны и непостоянны. Хотел человек с детства быть водителем, пожалуйста, до сих пор крутит баранку. Тянуло на сцену, вот уже четверть века радует слух песнями. Влюбился в девушку, 20 лет с ней не расстается. Вырастили дочку и сына. Кстати, если бы я не поступил в музыкальное училище, я обязательно пошел бы в кулинарное училище на повара. То есть у меня уже в то время было задатки, в 17 лет я любил что-то готовить, там изобретать. Ну а пока его главное блюдо сезона – первый концерт на большой сцене. Секретных ингредиентов много, осталось прийти и попробовать на вкус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова